Друзья, я вас приветствую на своем канале. Сегодня мы готовим скумбрию в кляре на морковной подушке. Блюдо простое, оригинальное и вкусное. У меня еще подмороженная скумбрия. Пока она подмороженная, ее легко чистить. Итак, очищаем скумбрию. Отрезаем голову, хвост и продольно по хребту. Разрезаем ее пополам. Вычищаем внутренности все. Вырезаем хребет. Я его обычно оставляю на уху. Скумбрию надо хорошо промыть под проточной водой. Мы промыли рыбку. Просушиваем бумажным полотенцем. Убираем крупные кости. Это можно сделать пальцами, а можно сделать пинцетом. рыбку нарезаем на кусочки. У нас они будут тоненькие. Нарезанную рыбку выкладываем в лоточек. Теперь мы готовим клятву. В мисочку выкладываем столовую ложку рисовой муки. Пропорции будут указаны под видео. Столовую ложку кукурузного крахмала, а можно картофельного. Высыпаем соль и перец. Перемешиваем это все. И вбиваем одно яйцо. Перемешаем все венчиком. Такой кляр у нас получился. Берем целлофановый пакет. Здесь у меня две столовые ложки муки. Рыбку выкладываем прямо в муку. Прикрываем мешочек сольфановый и хорошо-хорошо все трясем. Получились вот такие кусочки, обваленные полностью муке. Подготовленную рыбу выкладываем в клятву. Берем небольшую посуду, наливаем растительного масла, нагреваем это маслом. До такого состояния, когда опускаете палочку и палочка пузырится. Обязательно подготовим посуду с бумажным полотенцем. Вынимать мы будем готовую рыбку на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишнее растительное масло. Масло готово к работе. Палочка пузырится. Паштучно выкладываем рыбку в розоветое масло. Проверяем рыбку. Переворачиваем. Она готовится очень быстро. И вынимаем первую партию рыбку. На бумажное полотенце. Выкладываем следующую партию рыбки. Переворачиваем рыбушку. Вынимаем вторую партию рыбы. Оставляем в сторону. Теперь мы занимаемся подушкой для рыбы из моркови. Из ковшика берем масло 5 столовых ложек. Это масло, которое мы использовали один раз для рыбки, можно использовать дальше. Процедите его, когда оно остынет через сито и дальше пользуйтесь. Если вы готовите несколько раз на таком масле, тогда это вредно. Готовить на нем нельзя. Нагреваем сковородку. Хорошо разогрели. И здесь у меня натерты две крупные моркови. Выкладываем морковь в сковороду. Желательно морковь натирать на крупной терке, чтобы держала морковь хорошо форму. Мягкости мы не добиваемся. Так будут сохранены все витамины и морковь будет вкусная. Сюда мы высыпаем черный молотый перец и соль. Продолжаем помешивать. Готовим всего 2-3 минуты. Морковь готова. Мы включаем газ. Мы подготовили блюдо для подачи. Выкладываем на него морковь. На морковь разбрасываем рыбку и украшаем блюдо огурчиком или любой другой зеленью, какая у вас есть. Друзья, попробуйте приготовить так рыбку. Запаха рыбы на кухне абсолютно нет. Рыбка получается хрустящая, вкусная, необычная. К тому же она на полезной морковной подушке. Морковь приготовленная так очень вкусна. Она похрустывает. Сохранены все витамины. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал и пока-пока.